Это семейные пары, которые больше полувека прожили вместе. У каждой своя история знакомства и свои семейные традиции, но объединяет их одно – искренняя, добрая и чистая любовь. Конечно, с первого раза была. И вот уже 50 лет не кончается. А познакомились мы еще в СССР, в Казахстане. Как раз я там, ну, вместе проживали и случайно встретились на танцах. И все. Примером настоящей любви и верности является семья Харьковых. На праздник они пришли все семьей. Вместе мы уже 53-й год. У нас двое детей, шесть внуков, две правнучки. Я просто подошла у него, спросила. Спросила дорогу, я ее проложаю до сих пор. В преддверии главного семейного праздника – Дня семьи, любви и верности – пары поздравила глава округа Юлия Купецкая, сказав, что семья – самое ценное в жизни. Семья, в которой есть добро, семья, в которой есть взаимопонимание, семья, в которой, конечно же, есть огромное терпение. Но и самое главное, что все это окружает – это большая, неземная, настоящая любовь. Пусть ваши родные и близкие вас окружают, пусть дети вас любят и каждый день говорят об этом с любовью, обнимают вас и целуют. Всего вам самого-самого наилучшего и низкий поклон за вас, за вашу совместную жизнь и за то, что вы этому учите нас. Спасибо. Поздравлением присоединился и рей храма Успения Пресвятой Богородицы Вячеслав Тихомиров. Те, кто связывает свою жизнь этими узами, являются примером для подражания своих сверстников. С праздником всех вас! Храни Господь всех вас! Каждая семейная пара в этот день получила благодарственные письма, иконы с изображением святых покровителей семейного очага Петра и Февронии Муромских, памятные подарки и символ дня семьи, любви и верности – букет из ромашек. После состоялась торжественная регистрация бракосочетания молодой пары Константина и Любови. 7 июля 2023 года на основании вашего взаимного согласия и в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой! Знав, что такой праздник, мы просто не могли выбрать иную дату. Это целый праздник, как будто бы это все для нас специально было сделано. Это очень как-то все здорово. Мы не ожидали, мы очень благодарим, очень благодарим организаторов. Юбиляры пожелали молодоженам уважать и искренне любить друг друга, чтобы через 50 лет также отметить дату своего бракосочетания. Терпимость, все прощения и любовь, как говорится. Да, терпение самое главное. Нужно быть дипломатом в семейной жизни. Нужно как-то находить общие... Когда что-то не ладится, все равно нужно находить компромисс какой-то. Иначе ничего не получится. И за такую дипломатию семью Челюбаевых наградили медалью за любовь и верность. В завершении праздника молодожены выпустили в небо белоснежных голубей, как символ чистой, долговечной и взаимной любви. Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, Константин Бондаренко, Первый Мытищинский.